И наш молодежный конкурс ВНИЕФ, ВНИЕФ, территория достижений, объявляю открытым. Зал провожает команды бурными аплодисментами. Начинается первый этап конкурса «Визитка», тема которой мы достигли ради мира. Задача каждой команды в произвольном жанре рассказать о достижениях, истории и лучших людях своего подразделения. С экскурсию по нашему замечательному заводу перед вашей производственной практикой. Поэтому давайте-ка ходим за мной, все запоминаем, я буду проверять. Яркие костюмы, искрометные шутки, пародии и даже путешествия во времени. Команды городообразующего предприятия соревновались в креативности и актерском мастерстве. Среди опытных участников нашлись и те, кто решился проверить силы в этом конкурсе впервые. Я участвую впервые, есть более опытные ребята, которые нам рассказывают, как это было раньше, может быть, где-то что-то корректируют. И поэтому я думаю, что у нас как раз такой симбиоз опытных людей и тех, кто только начинает свой путь во ВНИЭФ. Поэтому такая энергия молодости, которая подкреплена опытом. Команда управления «Ядрёный», «Лесник», «Классная зона», «Авангард» заводила и смузи. За победу в конкурсе боролось семь команд. Следующий этап был музыкальным. Его тема – ВНИЭФ «Территория достижений». Регламент обоих испытаний до пяти минут. Общая тематика выступлений посвящена 75-летию городообразующего предприятия и достижениям подразделений. Конкурс проводят ежегодно, и для профсоюза он уже успел стать доброй традицией. Меняется сама территория мероприятия. То есть в юбилей профсоюзной организации к 70-летию была территория солидарности. Когда мы хотели сдружить ребят из разных регионов, мы проводили территорию дружбы. И была также территория успеха, территория красоты. По итогам выступления каждая команда получила награду в отдельной номинации. Гран-при конкурса взяли за водилы. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.